Сегодня памятный день для миллионов людей. Ровно 82 года назад фашистка Германия напала на Советский Союз, развязав самую кровопролитную войну в истории человечества. За неделю на октябрьских прилавках подорожали картофель, морковь и говядина. Снижение цен статистики зафиксировали на капусту, лук, куриные яйца и пшеничную муку. Октюбинские спецсоны и прессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы. До завершения кампании по легализации автомобилей остается менее 10 дней. Жители жилого массива Каргалы всерьез обеспокоены перспективой затопления в очередной паводковый сезон. Такие опасения вызвало состояние частично разрушенной дамбы. В эфире программа «Факт» в студии Гухар Тургаева. Здравствуйте. Спутник сообщает, более 300 человек собралось сегодня утром у Вечного огня на Алматинском мемориале славы в парке 28 гвардейцев-панфиловцев для возложения цветов в память о жертвах Великой Отечественной войны. Акцию «День памяти и скорби», посвященную 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, организовали общественники и представители ветеранских организаций Алматы. «Это была наша война, потому что мы защитили огромную страну. Мы показали дружбу, братство и силу. И то знамя, которое водрузил Кашкарбаев над зданием Рейхстага, до сих пор сдерживает наших врагов», – сказал, выступая перед собравшимися глава Совета генералов Казахстана Махмуд Телегусов. Напомним, в годы Великой Отечественной войны из Казахстана было признано более 1 миллиона 350 тысяч человек. Более 600 тысяч из них погибли на фронте. На территории нашей страны было сформировано 12 стрелковых и 4 кавалерийских дивизии, 7 стрелковых бригад, 50 полков и отдельных батальонов. Казахстанцы принимали участие во всех сражениях. Боевыми орденами и медалями были награждены свыше 100 тысяч человек из Казахской ССР. Более 500 человек удостоены звания Героя Советского Союза. В нашем городе память о Великой Отечественной войне жива в памяти потомков. Однако не все актюбинцы все же смогли сегодня назвать событие, которое произошло в этот день 82 года назад. Разборки казаков и путаница между событиями Первой и Второй мировых войн. Вот какими знаниями отличились сегодня некоторые опрошенные горожане. Пробелы в знании истории наблюдались не только у молодого поколения. А за Великой Отечественной война это не пустой звук. Нет. Начало Великой Отечественной. Да, первый раз слышу. Вы знаете такую войну? В Великой Отечественной войне, да. Да. Какие годы она была? Это 41-го началась, 45-го закончились. Но какие даты не знаю точно. А кто на кого напал, знаете? В Великой Отечественной войне кто воевал, знаете? Казахи, наверное. Не знаю. Не понял. Сегодня 22 июня. Знаете, что за день? Мировой войны, Первой мировой войны. Это день начала Великой Отечественной войны. В Великой Отечественной войны, да. А кто на кого напал, знаете? Ой, нет, не помню. Я сейчас не могу сказать. Извините. В Великой Отечественной войны. Ну, в принципе, знаю, конечно, что это. Но об этом не хочется вспоминать. Зачем трагедию вспоминать? А помните, деяния предков у вас как родственники воевали, знаете? Ну, дед воевал. Он вам рассказывал о войне? Нет, я его не застала. Он умер в 47-м году. Поэтому деда я не видела. Ну, вы рассказываете своим внукам? Ну, конечно, мои дети. Ну, внуки маленькие, но дети знают, что такое. 41-й год, 45-й год. За четыре года боевых действий Великая Отечественная война унесла жизни более 26 миллионов советских граждан. В ходе всеобщей мобилизации на фронт шли представители всех национальностей, проживавших на территории огромной страны. Миллионы жителей Союза общими усилиями вносили вклад в победу над врагом. Кто-то сражаясь на поле боя, кто-то трудясь в тылу. Казахстанцы, которые приняли участие на всех фронтах Великой Отечественной войны, а их насчитывается более миллиона человек, среди которых актюбинцы – это 122,5 тысячи актюбинцев, также принимавшие участие на всех фронтах Великой Отечественной войны. Более 36 тысяч значатся погибшими среди наших актюбинцев. В Актюбинском областном мемориальном музее Алии Молдогулова есть данные о многих наших земляках-героях Великой Отечественной. Это фронтовые письма, фотохроника, трофеи с мест боевых действий, оружие и одежда. Многое из этого получено в том числе и от родственников героев. Это не только снайпер Алия Молдогулова, но и пулеметчица Маншук Маметова, летчик-бомбардир, штурман-бомбардир Хиоас Доспанова, а также интересно в истории и имя профессора, доктора медицинских наук Халиды Мамановой. Народные герои, среди которых дважды герой Советского Союза, Талагат Бегельдинов, командир, грамотный военачальник, полководец Бауржан Мумушала, воин, который водрузил знамя на Рейхстаг, Рахамжан Кушкарбаев, также основоположник партизанского движения Хасым Кайсенов. Какой ценой обошлась нашим предкам победа над нацизмом, помнят многие из ныне живущих актюбинцев. Кто-то из них вспоминает о войне со слезами на глазах. Все мои деды, отец там были, поэтому очень печально. Многие вернулись, многие не вернулись? У меня отец и дед один вернулись, но дед через 4 года умер в 49-м на День Победы. Потому что он с 41-го по 45-й был, через 4 года после войны он умер, а отец был с 43-го по 49-й, потому что он очищал леса от УПА, от украинской повстанческой армии. В 49-м вернулся, а умер он в 78-м. История циклична. Спустя время после окончания одной кровопролитной войны начинается новая. И, к сожалению, память человечества слишком коротка, чтобы помнить, каких жертв стоят такие конфликты. Если бы ценность мирного неба над головой передавалась из поколения в поколение, то войн, подобных Великой Отечественной в земной истории, было бы намного меньше. Ну а пока современникам нужно помнить и чтить деяния героев-предков, которые поставили на кон своей жизни ради светлого будущего всего человечества. Это надо помнить, надо помнить, чтобы такого больше не было. Особенно не было геноцидов народов, потому что люди, они все люди. Не должно быть национальности. Влад Рогушев, Жаслан Жубаев, программа «Факт». Непрерывный рост цен на продукты питания – явление, с которым октябинцы вынуждены мириться уже на протяжении долгого времени. Исключением не стало и прошлая неделя. За прошедшие 7 дней в октябре индекс цен на социально значимые продуктовые товары по официальным данным не вырос, однако подорожали картофель, морковь и говядина, отмечают статистики. Также, согласно их данным, на этой неделе наблюдалось снижение цен на капусту, лук, куриные яйца и пшеничную муку. Индекс цен на социально значимые продовольственные товары за неделю составил 100%, РК тоже 100%. Значительное повышение цен за неделю на 20 июня 2023 года отмечено. Говядина, лопаточная, грудная часть – 1,2%, морковь – 3,2%, картофель – 7,6%. Снижение цен на блюда яйца первой категории на 3,8%, мука пшеничная первого сорта – 0,5%, капуста – 13,5%, лук репчатый – 6,3%. Спецсоны и прессинговые центры полиции перешли на усиленный режим работы из-за скорого окончания легализации авто, сообщили сегодня в областном филиале госкорпорации «Правительство для граждан». До завершения злободневной для многих казахстанцев процедуры переучета остается менее 10 дней. 1 июля 2023 года завершается прием заявок на легализацию иностранных авто, везенных в страну до 1 сентября 2022 года. В связи с этим для удобства граждан принято решение временно перевезти спецсоны страны, задействованные в легализации на усиленный режим работы. Они будут принимать граждан по будням с 9.00 до 19.00, выдача документов до 20.30, а в субботу с 9.00 до 18.00. Выдача документов будет производиться до 19.30. Озвученный график работы распространяется только на легализацию автомобилей. Водительские права будут выдаваться по стандартному графику, добавили в правительстве для граждан. После 1 июля прием заявок на процедуру переучета авто приостановится. Также, по данным Костак, в соответствии с последними изменениями в области обязательного автострахования казахстанцы не смогут оформить страховой полис на иностранные автомобили, ввезенные после 1 сентября 2022 года и не прошедшие легализацию. Водителей, управляющих автомобилем без данного полиса, полицейские оштрафуют на 10 МРП. Жители жилого массива Каргалы в марте этого года заметили частичное разрушение дамбы, которое ограничивает поток воды. Они били тревогу, обратившись в местные инстанции, чтобы предотвратить возможный потоп в очередной паводковый сезон. Если не исправить проблему, уйдем под воду. Грунтовая насыпь дамбы развалилась, а жители жилого массива Каргалы в панике. Эти видео люди прислали к нам в редакцию в качестве доказательств, что в очередной паводковый сезон их может просто-напросто смыть. Дамба начала заметно рушиться в марте этого года. И с тех пор, как утверждают люди, ни до кого из вышестоящих у госорганов не достучаться. Я живу в этом жилом массиве уже 16 лет. Сколько помню, дамба периодически так обрушивалась, ее чинили. Последний раз ее привели в порядок лет 6 назад. Но опять плачевная ситуация. С 28 марта туда никто не приезжал и не решает вопрос. Мы звонили в 109, обращались в районный Акимат. Там нас направили в областной, и на этом цепочка прервалась. Там не знаю, когда нас примут. Напомним, что последний весенний паводок уже нанес урон домам жителей дач в этом же жилом массиве. Тогда был большой разлив реки. Сейчас люди, чьи дома пока не под угрозой. Потопление, волнуются, что такая участь настигнет и их. Есть некоторые дома, около 3-4 домов, которые смыло берега и подошли уже к забору домов. Жители моим переговорили. Раньше, где была дорога, ее полностью смыло. Сейчас мы подготовили письмо в отдел ЖКХ городской о том, чтобы выделили технику для засыпки грунта с будожными камнями. Поэтому, как начнется работа, мы дополнительно вам еще сообщим. Она из-за того, что туда заводят простой грунт, а нужно заводить с будожными камнями, чтобы вода не смывала. Соответственно, каждый год, когда вот эти дамбы делают ручную песком, она, конечно же, весной ее смывает. Поэтому нужно именно с будожными камнями туда заводить. Аким Алматинского района Медед Искаков, увы, не сказал конкретно, когда дамбу придут в порядок. Он отметил лишь то, что из городского отдела ЖКХ должны выделить спецтехнику, которая и займется восстановительными работами. Тамирис Шумабаева, программа «Факт». Массовое ДТП с участием КАМАЗа и нескольких легковых автомашин произошло накануне в жилгородке. Фото и видео произошедшего появились на страницах городских инстаграм-пабликов. Человеческих жертв в этой аварии нет, рассказали сегодня полицейские. 21 июня текущего года по 312-й стрелковой дивизии в районе ЖД-переезда, жилгородского ЖД-переезда, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомашин, в том числе грузовые автомашины КАМАЗ. В результате ДТП 3 человека обратились в больницу, однако после осмотра были отпущены. На кадрах видео, взятых из социальных сетей, видно, как КАМАЗ столкнулся с «Ладой-2110» и еще несколькими легковыми машинами. В результате дорожно-транспортного происшествия трое человек обратились за медицинской помощью, добавили в областном департаменте полиции. 14 пожаров зарегистрировано в нашем городе с начала текущего месяца. Жертвой стал один человек, а общий материальный ущерб составил более 10 миллионов тенге, сообщили сегодня спасатели. На территории города за июнь месяц текущего года зарегистрировано 14 пожаров, из них 6 в жилом секторе, 6 на автотранспорте, 1 на территории лесного хозяйства и 1 на объекте торговли. В результате пожаров погиб один человек, материальный ущерб составил более 10 миллионов тенге. По данным пожарных, основными причинами возгорания становились нарушения правил монтажа и эксплуатации электрического оборудования и неосторожное обращение с огнем. Всего с начала года в Ак-Тубе было зарегистрировано 132 пожара, в них погибли 9 человек. Большая часть возгорания происходила на территории жилого сектора. Спутник передает, премьер Казахстана Алихан Смаилов встретился в Баку с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Алихан Смаилов отметил, что Азербайджан является важнейшим торгово-экономическим партнером Казахстана на Южном Кавказе. По данным премьер-министра, по итогам прошлого года двусторонний товарооборот вырос на 40% и превысил 460 миллионов долларов. А в этом году взаимная торговля составила 185 миллионов долларов, также увеличившись на 40%. Ильхам Алиев отметил, что реализация достигнутых договоренностей свидетельствует о высоком уровне отношений между странами. Двое пострадали при взрыве в Восточно-Казахстанской области. В городе Шиманайха на заправочной станции газовых баллонов произошел взрыв. В результате начался пожар. Огнем уничтожено 5 единиц техники. Пострадало два человека. С термическими ожогами они доставлены в больницу. Личности устанавливаются. Угрозы жилым домам и лесному фонду нет. Пожар в плавильном цеху Аксусского завода феррасплавов ликвидировали в 22.40. 21 июня в 15.54 поступило сообщение о том, что в четвертом плавильном цеху горит трансформатор. Пожарные сбили огонь на оборудовании и ликвидировали горение электрических проводов на 200 квадратных метрах. Из-за высокой температуры произошло обрушение потолочного перекрытия. Работу пожарных усложняли интенсивное пламя и горение насосного масла. Один пожарный госпитализирован с травмой руки. Всего на месте работали 53 сотрудника ДЧС и 13 единиц техники. В ходе ликвидации секс-притонов в Алматы пресекли попытку продажи новорожденного ребенка, сообщает пресс-служба МВД. Выявлено пять фактов сводничества и содержания притонов. Подозреваемую в незаконном обороте наркотиков экстрадировали в Казахстан из Турции. В ходе расследования дела женщина скрылась и была объявлена в международный розыск. Сегодня сотрудниками генпрокуратуры МВД и при содействии МИД она была экстрадирована в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. И сейчас выдворена в следственный изолятор Астаны. Ей грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискации имущества. В Казахстане назревает дефицит газа, заявил вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов. Сейчас ведомство решает вопросы регулирования оптовой и розничной цены на газ. По словам вице-министра, необходимо учитывать не только интересы потребителей газа, которые заинтересованы в низкой цене, но и интересы производителя. Абрикосы, сливы, яблоки, дыни и арбузы – почти все из южных регионов страны. Наши корреспонденты поинтересовались ценами на сезонную продукцию садов и бахчей. Представители мусульманского духовенства разъясняют смысл Курбан-Байрама и призывают бизнесменов не повышать цены на мясо. В этом году праздник выпал на 28-30 июня. Никто не застрахован от пожара. Правильные действия могут спасти вашу жизнь. Если возгорание небольшое, потушите огонь водой, толстой влажной тканью, песком или землей. Если пожар сильный, позвоните по номеру 101. Опишите ситуацию, сообщите адрес, свое имя и номер телефона. Сообщите соседям, обесточьте квартиру и перекройте газ. Если на выходе нет огня, немедленно покиньте здание. Если пожар произошел на нижнем этаже, нужно выйти на верхний этаж, балкон или крышу и дождаться помощи. Намочите одежду и накройте голову толстой мокрой тканью. Точно так же прикройте нос и рот, чтобы не отравиться дымом. Меньше отравляющих веществ и больше кислорода на высоте от колен до пояса. Поэтому продвигайтесь к выходу на четвереньках, не опуская голову. Что делать нельзя? Не тушите водой бензин, керосин и подключенные электроприборы. Не открывайте окна и двери, чтобы не допускать сквозняка и доступа лишнего кислорода. Плотно закрытая дверь может задержать пламя на 15 минут. Не используйте лифт. Электричество отключится, и вы окажетесь в ловушке. Не поддавайтесь панике и не прыгайте с верхнего этажа. Соблюдайте правила противопожарной безопасности. Будьте осторожны с огнем. Электричество отключится, и вы окажетесь в ловушке. Все это шелдос, той, бинго той! Национальная лотерея разыгрывает мегапризы на тираже бинго той. Не упустите возможность выиграть джекпот, кроссовер, денежные призы, путевки на двоих или дачу. Праздничный тираж бинго той состоится 25 июня. Билеты уже в продаже. Подробнее в местах продаж и на сайте sz.kz. Электричество отключится, и вы окажетесь в ловушке. Не зря считается, что вода – это источник и основа жизни. Но знаете ли вы, что за последние 7 лет на водоемах города Актубе утонуло 68 человек, в том числе 20 детей? И 90% погибших – те, кто приехал отдыхать на реке Илег. Виновата ли в этом река? Нет, проблема в нас самих. Купаться в неустановленных и необорудованных местах, распивать спиртные напитки, оставлять детей без присмотра, входить в воду, не умея плавать – причин много. Но можно ли предотвратить это горе? Да, все в наших руках. Управление по чрезвычайным ситуациям города Актубе предупреждает – соблюдайте меры предосторожности на водоемах, берегите себя и своих близких. Продолжим новости. С начала этого года посредством обращения в городской центр занятости постоянную работу нашли 3438 человек. Сейчас в базе ведомства 4267 безработных. В Актубе актуальны вакансии в разных сферах деятельности. О них можно узнать как через центр, так и на сайте yenbek.kz. В рамках национального проекта развития предпринимательства в текущем году запланировано трудоустроить 16 911 человек. На сегодня план исполнен на 43%, то есть 7 316 человек охвачены активными мерами содействия и занятости. На краткосрочные курсы запланировано направить 200 человек. На сегодня на курсы было направлено 96 безработных граждан. Абрикосы, сливы, яблоки, виноград, дыни и арбузы. Сейчас ассортимент привезенных с юга фруктов и ягод радует глаз. Наши корреспонденты посетили оптовую точку продажи и поинтересовались ценами на сезонную продукцию садов и бахчей. Некоторые горожане опасаются есть арбузы в первый месяц лета, а некоторые, бесстрашно, их уже покупают. Здесь можно найти арбузы и дыни. Последние из них продаются даже пакетами со скидкой. К примеру, пакет маленьких скороспелых дынь стоит 1000 тенге. Ну а килограмм ее стоит 600 тенге, а арбузы продаются по 120 тенге. Сейчас люди, активницы, что обычно приезжают к вам покупать? Вот ящиками, что закупают? Основное огурцы, помидор, абрикос, яблоко. Все? Ассортимент покупают. На варенье уже можно брать что-то? Можно, можно. Да, можно. Не за горами и время зимних заготовок. Что удобно, на оптовые точки продаж можно купить ягоды ящиками. Килограмм же ташкентских абрикосов стоит 550 тенге, туркестанская слива 580 тенге, а яблоки по 350 тенге. Овощи к нам завозят с юга и из России. Например, картофель у нас астраханский, а остальные овощи из Шымкента. Цены не повышались, такие же, как и в прошлом году. Люди покупают и не жалуются на качество. Сезон все-таки. Также не стоит забывать и об овощах. Летом их цены становятся гораздо ниже, чем в другие времена года. Поэтому можно разнообразить стол с салатами из огурцов, помидоров и перцев. Килограмм огурцов стоит 250 тенге, помидоры – 400 тенге. Есть и баклажаны, которые продаются по 500 тенге. Свекла, лук и картофель – по 250 тенге. Овощи завезены к нам из Жамбылской области и из Астрахани. Тамирис Шумабаева, Жаслан Жубаев. Программа «Факт». Праздник, объединяющий всех мусульман. В этом году Курбан-Байрам будет отмечаться с 28 по 30 июня. Праздничный намаз будет прочтен 28 июня в 6 часов утра, сообщили сегодня октябинские священнослужители на брифинге в областном Акимате. За эти дни мы все должны успеть совершить жертвоприношение. Есть определенные места, где будет производиться это жертвоприношение. С соблюдением всех санитарных мер и положений. О местах заклания можно узнать в мечетях. Есть возможность у каждого, кто имеет эту возможность, я имею в виду в финансовом плане, есть возможность совершить, если не в первый день, то во второй, если не во второй день, то в третий. В третий день до намаза Магриб, то есть Ахшам. Курбан-Байрам – праздник, призывающий всех к довольству и покаянию. В честь празднества главный имам Актюбинской области Серегжан Яншибайулы призывает всех мусульман посещать родственников, соседей и друзей, получать благодарности и благословения от старших. Самое благое в Курбан-Байрам – это принести в жертву скот с искренним намерением. Главный имам региона призвал фермеров не повышать цены на скот в период праздника. ПФЛК разрешил Астане перенести ответный матч Кубка Казахстана против Ордыбасы, сообщает Вести Кайзет. Лига выступила с официальным заявлением. Профессиональная футбольная лига Казахстана, рассмотрев обращение футбольного клуба «Астана», связанное со стартом столичного клуба в квалификации Лиги чемпионов и получив соответствующее согласие футбольного клуба Ордыбасы, приняла решение о переносе ответного матча полуфинала Кубка Казахстана. Ордыбасы «Астана» с 8 на 6 июля 2023 года, говорится в заявлении ПФЛК. Дети, будьте внимательны на дороге. Соблюдайте правила движения. Не играйте рядом с проезжей частью, с железнодорожными путями и строящимися объектами. На роликах «Скейтборде» и «Велосипеде» держите дистанцию с пешеходами и не выезжайте на шоссе. Не перебегайте улицу там, где нет пешеходного перехода, даже если вы не видите автомобилей. Переходите дорогу только на зеленый сигнал светофора. Если переход без светофора, ступая на зебру, посмотрите налево, дойдя до середины дороги направо. Если во время перехода загорелся красный свет, остановитесь на разделительной полосе по центру дороги и дождитесь зеленого сигнала. Если вы на велосипеде, сойдите с него и переведите по зебре пешком. За городом или на улице без пешеходной дорожки идите по обочине, левой стороне дороги, где транспорт едет навстречу, а не за спиной. Не отвлекайтесь на переходе и на обочине, надев наушники и глядя в телефон. В салоне автобуса и автомобиля держитесь за поручни и не высовывайтесь в окно, так как проезжающие рядом машины могут вас травмировать. Носите одежду или рюкзак со светоотражающими элементами, чтобы водитель вас заметил в темное время суток. Детям до 18 лет запрещается водить автомобиль, до 14 лет велосипед на проезжей части. Дорога не место для шалости, будьте осторожны. Дорога не место для шалости, но не место для шалости. На карманные расходы или чтобы помочь семье, вот что тебе нужно знать. Никто не может заставить тебя работать насильно, но если есть желание, это твое право. Заключить трудовой договор можно с 14 лет, при условии, что ты будешь работать в свободное от занятий время или во время каникул. Можешь даже открыть пенсионный счет, предъявив свидетельство о рождении. Подростки от 14 до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет не более 36 часов. Не допускается работа в ночное время с 22 до 6.00, выполнение тяжелых работ, работа в опасных и вредных условиях, несение полной материальной ответственности за сохранность имущества работодателя, работа вахтовым методом, сверхурочная работа. Если тебе еще не исполнилось 14 лет, ты можешь работать в цирке, в театре, на концертах, сниматься в кино. Главное, чтобы не было ущерба здоровью, учебе и нравственному развитию. Полный список работ, запрещенных до 18 лет, можно найти на сайте www.gov.kz или просто прогуглить. Стремление к труду достойно уважения. Главное, сделай все правильно. Продолжение следует...